Друзья, всем привет! Мы, в общем-то, продолжаем нашу РПшечку и у нас случился переезд. И те, кто впервые на канале, советую вам посмотреть в плейлистах РП Агромаш и Варваров, чтобы понимать, что к чему. Ну а те, кто смотрел, в общем-то, погнали! В общем-то, друзья, в прошлом сезоне у нас все закончилось тем, что Василия удивили некоторыми новостями о том, что он не сможет нормально развиваться в деревне Варваровка. И да, друзья, я понимаю, что у меня не получилось нормально закончить ни первый сезон, ни второй, если это можно вообще назвать сезонами, там по паре серий выходило. Но я очень надеюсь, что на этой замечательной карте мы с вами задержимся надолго. В общем-то, Василий очень долго искал работу, какой-нибудь местечко, и ему сделали заманчивое предложение. В этой замечательной деревне Сенатовка есть обанкротившаяся ферма, в общем-то, все по стандарту, на которой остался лишь участок, можно, в принципе, открыть карту. Осталось маленькое поле, денег у нас 75 тысяч, которые перенеслись с прошлой, скажем так, карьерки. И висит кредит в 250 тысяч, но есть участок. Да, там писали, что я не продал дом в Варваровке, но просто его никто не захотел покупать за такие бешеные деньги. Мы-то его за 40 кусков купили, но кому он нужен? И, в общем-то, какие преимущества будут у нас здесь по сравнению с украинской, скажем так, картой? Во-первых, мы можем здесь покупать поля, нам разрешено это, не будет никакого очень умного хмыря, который скажет, а мы не хотим, бе-бе-бе. Во-вторых, здесь всегда теплый климат, и поэтому не надо целый год ждать, пока созреют растения, все это дело происходит довольно быстро. Плюс, друзья, здесь нормальная почва, в отличие от той, что была на Варваровке, поэтому можно сажать еще дополнительно морковку, лук, клевер, рожь, зеленый горошек, чесночок и хмель. И все это здесь будет расти и нормально прорастать. Кстати, хлопочек тоже можно, там с сезонами нельзя было этого делать. Плюс, здесь на карте находится дохренище всяких различных производств со своими приколами, поэтому будем всем этим делом заниматься. Ну и есть у нас вот такая вот база, поэтому давайте откроем охранилище, и нас, кстати, сразу же встречает наша старая добрая банда Зинаида, Жора и Валера. Кто их помнит, тот молодец. Соответственно, что у нас здесь есть на базе? У нас есть пара гаражей, где мы можем хранить наше все добро. Есть заправочная станция вот такая, сюда можно привезти свой топляк и заправляться прямо на базе. Снизу у нас находится хранилище для корнеплодов, она вот так вот замечательно открывается, и сюда можно все это дело будет сыпать свеклу и, короче, все корнеплоды. Она на глобал скрипте, на глобал кампани, поэтому в менюшке мы смотреться не сможем, но в менюшке глобал кампани сможем. Короче, давайте закроем, пока нам это не надо. Также у нас здесь валяется старая руклядь всякая, может быть, когда-нибудь, не знаю, сварим из нее что-нибудь толковое, хотя очень вряд ли. Собственно, есть вот такой навесик, где можно что-нибудь хранить. Есть также у нас здесь хороший такой большой элеватор для зерновых и всяких семян, удобрений и прочего дерьма в этом же духе. Плюс есть, разумеется, нормальный домик, где можно будет жить, есть будка для собачки, здесь вроде котики бегали, раньше, по крайней мере, такое точно было. Можно будет свою собаку завести без проблем, здесь был курятник, который в 19-й ферме немножко по-другому реализован, поэтому даже не анимирован нынче, ну и ладно. В общем-то, курочки у нас тоже есть и на завтрак яичницу, если что, мы сделаем без проблем. Также есть еще пара гаражей, которые закрываются с крыши и просто навесик. Так что все вот так вот красиво и здорово. Играем мы, разумеется, на совковой технике, технику с прошлых карьер мы притащили сюда. Почему нет? Мы ее тогда купили и все нормально. Также, друзья, в наших владениях есть одно поле, довольно-таки немаленькое, на нем на данный момент растет хмель. Оно нихрена не удобрено, не обработано ничего, размером оно 3,37 гектара, в общем-то, можно будет этот самый хмель собрать. Правда, для этого нужно будет покупать комбайн на первый урожай. Но для начала, наверное, погнали разгрузим нашу технику, которую мы привезли с собой. Нам сейчас нужно все вот это вот разгрузить. Кстати, краза с тралом нам, как казалось, подарили. Мы его вроде как арендовали, но арендодатель сказал, что ладно, он не так дорого стоит, его тащить обратно, это тоже тот еще геморрой. Плюс понимаем ваше тяжелое положение, в общем-то, пускай остается. Давайте сначала загоним наш автомобиль. У нас есть копейка во владениях. Я не знаю, зачем она нам нужна, но она есть и это уже хорошо. Погнали ее где-нибудь припаркуем. Вряд ли мы и будем ей пользоваться. Хотя, кто знает, кто знает. Я думаю, здесь вполне неплохое место для нее. И погнали разгружать остальные... Да где я застрелил? А, я в дом зашел. Дом, кстати, пустой. Хе-хе. Из него, короче, тяжело выбраться, да? Я не могу просто переключаться по технике, если что. Ладно, здесь, значит, копейка стоять не будет, потому что... Из нее нельзя выйти. А вот здесь нормально. Ну, нормально, короче, пускай стоит тут. Далее, друзья, надо загнать, наверное, маленького зелка, потому что он маленький и проще всего. Мы его, наверное, наверху поставим. Хотя, с другой стороны, он довольно-таки скоро пойдет работать, потому что поле-то наше надо удобрить хотя бы разочек перед уборкой. Давайте его здесь, наверное, и оставим. Не думаю, что он сильно будет мешать. Теперь надо снять трактор. Для этого садимся в кразик и надо опустить прицеп. Я не знаю, как вообще гаишники разрешили нам ехать с такой сцепкой. Выладим, садимся в трактор и... Заводим его. Надо, короче, как-нибудь его... Культиватор трохи застрял, да? Ладно. Попробуем поиграться с платформой краза. Надеюсь, так будет лучше. Да. Можем аккуратненько спустить МТЗ-шку. Она непривязанная ехала через всю Украину, через всю Россию. И... Короче, все кошмарно. Давайте, короче, тоже загоним это все дело куда-нибудь в гараж. Да что, гараж пока пускай тоже тут стоит. Ну и краза куда-нибудь тоже надо на территорию загнать обязательно. Что на улице-то стоять? Закрываем, короче... Я не знаю, как это хреновина называется. Короче, платформа для въезда на сам трал. Заводим краза и загоняем его тоже на территорию. У краза, кстати, отвратительнейшие тормоза. Они прям два часа останавливаются. Я понимаю, что платформа, в принципе, довольно тяжелая. Но тормоза могли бы быть получше. Во! Теперь у нас, в общем-то, все есть. И что нам надо купить? Лезем, короче, в интернет-магазин и смотрим, какой выбор техники у нас есть на заказ в это село с доставочкой, чтобы было. В первую очередь, конечно же, нам нужен комбайн. И первым, по крайней мере, нашим комбайном станет вот такой вот замечательный ротор SK-10. Его можно заказать в двух вариантах. 85-го года выпуска и 87-го. Осталось два на складе. 87-го выглядит чуть поновее. И, видимо, движка там какая-то другая. Ну ладно, я не хочу, на самом деле, изобретать велосипед. Поэтому 85-й год нам вполне подойдет. 55 тысяч, зараза, стоит. Охренеть. Также к этому комбайну нужна жадка. И так как у нас там растет хмель, то, соответственно, мы берем жадку. Початка-собиратель, что ли, как она правильно называется. 7,5 тысяч она стоит. В общем-то, она нам тоже нужна. Также нам нужна тележка для жадок. Потому что по дорогам каким-то образом надо это все дело будет перевезти. Магазин, кстати, находится довольно-таки далеко. Они не привезут прямо сюда. Я вообще думаю, что надо брать, опять-таки, краза. И все это дело доставлять именно на нем. Потому что комбайном это 3 часа будет. И езды. Ладно, обойдемся без тележки. Прицеп на первое время возьмем ПТС-4 емкостью 5000 литров. Да, у нас уже был с ним косяк. В общем-то, попробуем еще раз. Потому что денег на другой тупо нету. Так что его тоже покупаем. И, в общем-то, надо брать одного человечка и ехать это все дело забирать. А еще нам, кстати, надо удобрить поле. Я совсем про это забыл. Надо купить пару мешков с удобрениями, да. Давайте возьмем 3 мешка. Я думаю, 3 мешка должно вполне хватить. Ну и, в общем-то, нам нужно сейчас кого-нибудь с собой взять. Для того, чтобы привезти все это дело к нам на базу. Василий, соответственно, у нас сядет в Крайзика. Так как только у него есть права на управление такими большими машинами. Давайте мы, знаете, что сделаем. Мы опустим вот эту хреновину. Возьмем трактор с собой в магазин. Приедем туда вместе с трактором на Крайзе. Соответственно, погрузим комбайн на Трал. И на Крайзе его повезем. А трактор уже с прицепом своим ходом доберется как-нибудь до базы. По-моему, гениально. Так что, Валерончик, давай-ка ты у нас поедешь на тракторе. Отцепляем культиватор. И давайте-ка погрузим эту хреновину на Трал. Можно даже задним ходом. Я надеюсь, комбайн будет более-менее нормально перевозиться здесь. Так, давай, Василий, садись обратно. Точнее, не Василий, а Валера. Но Вася тогда повезет все это дело к магазину. Заводимся и, собственно, погнали. Приехали. Я, честно говоря, не представляю, как долго по времени этот комбайн бы своим ходом добирался бы из села Розаевка в Сенатовку. К нашей базе. Но, благо, у нас есть Трал. Так что, можем все это довольно быстро перевести. Давайте-ка сначала опустим эти вот штуки, которые позволяют заезжать техники. А Валера сейчас все это дело спустит. Конечно же, сперва мы займемся комбайном. Надо его погрузить. Поэтому Валера в него садится. Цепляем жаточку и пытаемся туда залезть. Вроде как, должно хватить спокойно места ему. Знаете, вот впритык получилось. Блин, довольно опасно, конечно, будет ехать с таким грузом. И он, падло, широкий. Жадко-широкая. Ладно. Невелика проблема. Так, давайте-ка мы еще вот эти вот поддоны загрузим в трактор. Э, давай, поднимайся. Че? О, поднялась. Твою мать, и они загружаются. А, ничего страшного. У нас есть хранилище для... Хранилище для семян есть, если что. Можно даже, в принципе, в сыпучем виде их туда перевезти без проблем. Давайте-ка вот это вот. Не-не-не-не-не. Ты, это самый, прицеп, останься на месте. Давай-ка, выгружайся. И вот этот тоже, третий, выгружаем. Во, нормалды. У нас же ребята сильные все. Могут спокойно поднимать поддоны и все, что вы хотите. Короче, цепляемся и... Говорим нашему Валерчику, что ему нужно ехать ровненько за нами. Так, ты пока кури. Я вот думаю, как мы здесь развернемся или нет. Давайте-ка вот эту вот хреновину, во-первых, поднимем. Тихо, тихо, тихо. Нормально. Ну, вроде он не должен будет свалиться. Ехать придется очень аккуратно и прям вот очень аккуратно. Нормально. Стой, давай, Василий, стой. Блин, тормоза очень хреновые. Так, Валерчик, короче, готов ехать. Давайте-ка ему тоже скажем, чтобы он следовал за нами. Давай-ка только на всякий пожарный, скажем ему, держаться на расстоянии 50 метров, а то мало ли что. И мы перемещаемся тогда в наш краз. В общем-то, аккуратненько, помаленечку перевозим наш комбайн. По крайней мере, это будет не 20 километров в час, которым сам комбайн может ехать. Твою мать, не вписался в последний поворот. Как-то прям не очень хорошо получилось. Во, нормально. Паркуемся. Как же тормоза, какие они ужасные. Все, в общем-то, глушимся. Валерчик тоже сейчас паркуется, пока говорим ему курить. Давай, стой здесь. А мы же, короче, опускаем вот это вот дело. И, слушайте, это просто Джон Сина, блин. Короче, комбайн наш выгоняем. Да, заводится он, конечно, не так хорошо, как мог бы. Ну, это все-таки не навье. Хоть и после капремонта, но все равно. В общем-то, спускаем все это дело окончательно. И тоже пускай он стоит здесь. Валерчику нашему говорим, что надо, короче, съездить и выгрузить все эти удобрения в элеватор. Ну, то есть не в элеватор, а там, где у нас хранилище удобрений. Все вот эти хранилища. Пускай там высыпят их. Пускай они там пока лежат. Единственное, что надо сделать, это переключить вот эту вот хреновину. Здесь есть рычаг на кнопку мыши, да, открыть ворота. Замечательный перевод. Он, в общем-то, переводит вот эту вот трубу. Теперь у нас триггер работает как для удобрений, короче. Сейчас, видимо, появится возможность его высыпать. Или нет? Я же там все сделал. Чего вы начинаете? Нет? Не работает? Или там нельзя хранить удобрения? Там же можно хранить удобрения. Чего вы начинаете? Ну, падла, не дает выгрузку. А раньше тут были хранилища для удобрений. Давайте еще раз переведем. Ну, не, правая труба идет первая на зерновые, вторая там на семена и на прочую дребедень. Левый рычаг у нас ответственный за тот триггер, который там дальше. Не знаю. Может быть с этим призерком действительно что-то не то. А не, смотрите, вот сейчас появилось. Видимо, оба рычага должны находиться в одном положении. Не знаю. Разберемся потом. Короче, высыпаем все это дело и паркуем наш трактор где-нибудь. Где-нибудь, короче, его паркуем. И, в общем-то, от Динаиды пришло предложение хорошее, что... Блин. Раз привезли удобрения и раз поле надо удобрить, то давайте, короче, это и сделаем. Поэтому она решила пойти и на зелке поудобрять поле. Там он, Жора, один остался стоять. Ладно, погнали, загрузим удобрения и надо удобрить поле. Я думаю, что трех кубов должно хватить прямо вот по горло. Оп. Тихо, тихо, стой. О, есть удобрение. Силостная башня у нас, кстати, на один миллион литров. Это хорошо, это много. Такс. Выкатываем Зинаиду. Ну и, в общем-то, Зинка наша погнала работать. Сейчас она тут нам все удобрит по-быстрому и будет суперудобренное поле. Вообще, если посмотреть на карту, то не скоро она еще созреет. Может быть, даже мы удобрим его второй раз потом. Посмотрим. Короче, у нас на удобрение этого поля ушел один куб удобрений. Нормально. Еще раз удобрим, а к следующему посеву купим еще там и семена, и удобрения. Поедем уже в магазин там, затаримся, наверное. Если деньги, конечно, будут. Потому что что-то с деньгами у нас совсем беда. В общем-то, пускай это хреновина стоит здесь. Ну а мы, нам пока делать особо нечего. Ждем, пока созреет урожай. А вот, друзья, и новый день пришел. Короче, наши работники вчера так здорово забухали вечером. Отмечая переезд и все такое проще. Новый комбайн. Блин, что забили просто болта на то, что надо еще раз удобрить. На то, что сорняки выросли. Короче, ничего не сделали. Кстати, смотрите, какой он высокий. Тут, блин, можно реально в нем заблудиться нахрен просто. Там какой-нибудь маньяк потом выглянет. Короче, готовы наши ребята к уборке. Урожай уже полностью созрел. Да, в этих краях тут я не знаю, то ли мы близко к Чернобылю находимся, то ли еще что-то. Но урожай зреет совсем быстро. В общем-то, Василий с Жорой, точнее, с Валерой, да. Василий и с Валерой сейчас будут убирать, соответственно, этот урожай. Опробуют новый комбайн. Тут написано, возможно, урожай 54, почти 55 кубов. В общем-то, по опыту свопа Агра, это немножко цифры могут привирать. Но посмотрим, как оно что будет. В общем-то, заводим двигатель. Разворачиваем комбайн. И включаем его. Погнали немножко. Соберем сами. И он не собирается. Твою мать, что не так? Что я делаю не так? Ну, ешкин кот, неужели опять я не то купил? Смотрим на значки. Хмель. Похоже? Похоже. Это хмель. Вот он, значок такой, ну, как хмель. Теперь смотрим на комбайн и видим, что он хмель ни хрена не собирает. Здесь этого значка нету. А на этой жадке есть. Неужели он только под силу сгодится? Вот твою мать, вот что за косяки? Почему внутри карты, блин, вот эта культура прописана к жадкам, но не прописана к комбайнам? Вот что за дела? И он, скорее всего, силосником именно на осечку пойдет. Ах, как все плохо-то. Как-то урожай терять не хочется. Осечку-то и девать, по сути дела, некуда. Да ее еще собирать таким пятикубовым прицепом, это вообще такое себе удовольствие. В принципе, можно взять жадку и на силу все это дело пустить. Но, блин, это косяк. Это реально косяк карты. Все культуры в комбайны прописаны, кроме гребаного хмеля. Причем он в жадку прописан, а в комбайн нет. И это не из-за модового комбайна, со стандартными все то же самое. Вот что с ним сейчас делать? У нас денег, кстати, ни хрена нету. У нас кредит весит 250 кусков. И до полторы тысячи из-за этого мы еще в сутки платим государству. Даже если мы сечку сейчас будем делать, из нее вообще никакого смысла нету. Итак, друзья, в общем-то, залез я в карту и вроде как там все нормально. Культура там везде нормально прописана и в категориях, и все должно быть хорошо. Но комбайн ее почему-то не собирает. Может, я просто не везде свой нос сунул и не везде, короче, знаю. Но пришлось, короче, залезть в комбайн и позволить ему собирать вообще все культуры. Даже сахарный тростник, даже удобрения, даже силосун. Он все, короче, может собирать в себе, возить внутри, включая гребаных хмель. И я уже проверил, в общем-то, это говно работает. Поэтому заводим комбайн и опускаем сжаточку. И вот он пошел собираться и все, короче, нормально собирается. Я не знаю, в чем прикол. Если только у меня одного такое, то напишите мне об этом, пожалуйста. Если, конечно, кто еще играет. В общем-то, Василий поехал все это дело собирать. Ну, а Валерончик, короче, будет это все дело возить. Заводим двигатель. Он, в принципе, знает, что нужно делать. Заводим двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, что с его руками не так-то? Почему он так руль держит? В общем-то, друзья, Василий закончил все это поле убирать. И сейчас, короче, в прицепе не хватит чуть-чуть места. Самую малость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 62 литра не влезло. Валерчик, в общем-то, поехал разгружаться. А Василий, в общем-то, поставим комбайн обратно. Пускай стоит, а в следующий раз уже там что-нибудь придумаем, короче. Зина, ёшкин кот, что с тобой? Ты... Тебе плохо? Ты скажи, я тебе помогу. Кошмар. Ладно, паркуем наш комбайн. Правда, я не знаю куда. Погнали ко всей стальной технике. Главное, Зинку не задавить. Во! Пускай стоит здесь. Я думаю, здесь ему самое место. Ну и, разумеется, перехватываем Валерку. И он тоже поставит трактор обратно на место. Блин, правда, у нас пока нет конкретного места. Но, в общем-то, трактора ему нужно тоже припарковать. Как-то так. В общем-то, объявляю общий сбор. Короче, я смотрю, Валерону нашему аж плохо стало после того, что он наделал. В смысле, той работы, которую он натворил. Да почему натворил? Почему наделал? Короче, поработал он нормально. Вот, но нашу банду вот эту мы, скорее всего, отпустим. Сегодня они нам, конечно, здорово помогли. Правда, и денег им пришлось тоже неплохо заплатить. У нас осталось полторы тысячи евриков. У нас нету семян, у нас нету сейлки. У нас есть вот это все добро. У нас висит кредит, который надо гасить, и вот этот 1400 может запросто уйти нахрен. Плюс нам нужен нормальный прицеп. С этим очень все плохо. Кроме того, что он маленький, он еще с этой вот поворотной осью, короче, я такое не люблю. Но, с другой стороны, у нас, друзья, есть хмель. Во, вон лежит. 42 куба. Немножко обманул нас этот показатель примерного урожая. Ну, примерно 42 куба, да. Там, по-моему, 54 он показывал, да? Соврал, в общем. Ну, и ладно. Может быть, потому что поле хреновое. О, кстати, вот здесь можно смотреть. И прикольно. 42 куба. Во, полтора косаря, кстати, на зарплату ушло, если что. В принципе, там ничего не остается делать, кроме как этот самый хмель продать. Правда, ценник на него сейчас, насколько я понимаю, довольно низкий. 654 евро за куб. Нам надо, в общем-то, купить плуг, потому что поле надо будет вспахать обязательно. Чтобы поле засеять, нужна будет еще сейлка. Она еще 7500 стоит. Хорошо, что сюда тоже еще удобрения заодно вносится. Плюс нужны будут семена. Я думаю, на такое поле куба 2. Правда, еще зависит от того, что мы будем сеять. Но что-то мне подсказывает, что начнем мы, как обычно, с всяких пшеничек и так далее. Ну, ладно. Так что, в принципе, можно этот хмель весь продать. Единственное, конечно, будет очень тяжело это все сделать нашим трактором с нашим прицепом. Но, с другой стороны, можем подойти к кому-нибудь к соседям и какой-нибудь зил арендовать вам стоит. Я не знаю, может, не жалко будет. Который хотя бы побыстрее будет ездить, чтобы это все отвезти на товарный склад. В общем-то, работы много, друзья. И как только выберемся из минуса, начнем заниматься гребанными производствами. На этой карте реально очень дохрена всего. Все это надо будет посмотреть. Обязательно Валера трясется просто в предвкушении всего этого дела. И на этом, в общем-то, нашу пилотную серию мы будем заканчивать. Надеюсь, эту карьеру не ждет участь Варваровки и Агромаша. То есть, быстро она не закончится. Впереди у нас очень много всяких производств. Будет очень много всего интересного. Поэтому, друзья, давайте-ка поддержим эту серию Лойсиком. Пишите ваше предложение по нашему развитию в комментарии. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем, в общем-то, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока.